Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться. Ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Кстати, Первый Видео Авторынок теперь есть и на Рутюб тоже, поэтому переходите и подписывайтесь, как говорится, на всякий случай. Ссылка на канал в описании. Не секрет, что на территории нашей страны наибольшей популярностью среди всех автомобилей, в том числе и новых и поддержанных, пользуются автомобили марки Toyota. Репутация надежнейших автомобилей, которые никогда не ломаются и никогда не подводят своих владельцев, очень прочно закрепилась за этими автомобилями еще со времен знакомства с первыми праворульными, везенными в начале 90-х, да, пожалуй, и, наверное, в конце 80-х годов экземплярами. Но одной из популярнейших моделей, в свою очередь, у Toyota в классе кроссоверов является автомобиль Toyota RAV4, который к настоящему моменту уже выпускается в пятом поколении. В своем развитии этот автомобиль прошел достаточно долгий путь, по дороге кое-что улучшив, а кое-что потеряв, как, например, постоянный полный привод, которого больше не было на этих автомобилях, начиная с третьего поколения. В сегодняшнем видео мы попробуем обнаружить причины популярности этой модели в народе, а также разберемся с тем, какие у RAV4 могут быть подводные камни и есть ли они вообще. Делать это мы будем на примере RAV4 предпоследнего уже теперь поколения в кузове XA40. Встречайте! 40-й кузов RAV4 появился в конце 2012 года. Этот автомобиль простоял на конвейере долгих 7 лет, и это весьма немаленький срок по современным меркам. В 2015 году модель обновили. В нашем случае это как раз рестайлинговый экземпляр. Обновление коснулось, по большому счету, внешней части. Изначально все RAV4 для российского рынка собирались только в Японии, но в 2016 году компания Toyota локализовала производство по полному циклу на заводе под Санкт-Петербургом. Однако, как показала практика, какого-либо скачка по качеству между японскими и российскими RAV4 не наблюдалось. Поэтому и тот, и тот автомобиль можно брать смело. Тем более, что если вы смотрите машину посвежее, альтернативы-то у вас по большому счету не будет. Что касается линейки силовых агрегатов, у RAV4 в 40-м кузове было три варианта двигателей. Два бензиновых и один дизель. Младший бензиновый двигатель мощностью 146 лошадиных сил имел объем 2 литра и мог сочетаться как с вариаторной, так и с механической коробкой передач. Двухлитровые машины могли иметь как передний, так и полный привод. Ну а версия с дизелем объемом 2,2 литра на 150 лошадиных сил или 2,5 литра бензинового на 180 лошадиных сил могли идти только с автоматической коробкой передач и только с полным приводом. Наш сегодняшний экземпляр это рестайлинг 2017 года, мотор 2,5 литра на 180 лошадок и коробка автомат. В начале обзора по традиции пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо он способен сопротивляться ржавчине. Что касается толщины лакокраски, то RAV4 это типичная японская машина и показания толщиномера в большинстве своем будут лежать в диапазоне от 90 до 140 микрон. Какой-либо повышенной прочностью здесь лакокрасочное покрытие, к сожалению, не отличается и в процессе эксплуатации, особенно у трассовых автомобилей, частенько обрастает сколами и вполне возможно жизненными царапками. Однако рыжать эти сколы не спешат. Да и вообще, по части ржавчины 4 RAV молодец. Плюс еще и в том, что эти автомобили достаточно свежие, поэтому с большой долей вероятности обнаружить прогнивший до дыр 4 RAV у вас вряд ли получится. Но это не исключает осмотр автомобиля на подъемнике перед покупкой, хотя бы с целью исключения машин, восстановленных после серьезной аварии. Лакокрасочное покрытие на автомобилях, конечно, могло обновляться и это в принципе нормально, если речь идет про более-менее возрастные экземпляры 4 RAV. Но смотрите машину на наличие подушек безопасности и целостность силовой структуры кузова. По большому счету, кузовные проблемы RAV 4 это проблемы характера эстетического. Так, на автомобилях первых серий достаточно быстро мутнел пластик передних фар и были проблемы с задними фонарями. На машинах до 2018 года выпуска встречалось как появление небольших трещинок по внешней части корпуса фонаря, так и проблема, собственно, с герметичностью, которая проявлялась в виде образования подтеков с внутренней стороны пластика задних фонарей. При осмотре подобной машины, если она оснащена электроприводом крышки багажника, не лишний будет убедиться, что данный электропривод работает корректно. То есть дверь проделывает весь полный путь, всю амплитуду от открытия до закрытия. В противном случае, если электропривод ведет себя не совсем подобающе, например, дверь не открывается полностью или не закрывается до конца, есть неиллюзорный шанс после покупки подобного автомобиля поменять блок, собственно, управления этой самой дверью. А он, на секундочку, стоит не три копейки. Теперь, что касается силовых агрегатов четвертого РАФа. Младшим мотором в линейке был двухлитровый двигатель на 146 лошадиных сил. Индекс этого мотора 3ZRFE. Данный двигатель представляет собой конструктивно рядную четверку. Блок цилиндров алюминиевый, головка блока цилиндров тоже. В ней два распредвала, 16 клапанов и два фазовращателя. На впуске и, собственно, на выпуске. Система Dio VVTi. Также на этом двигателе применяется электронная дроссельная заслонка и впускной коллектор с изменяемой длиной впуска. Гидрокомпенсаторы на этом двигателе присутствуют, поэтому заниматься регулировкой клапанов здесь не нужно. В приводе ГРМ используется цепь. И если вы смотрите автомобиль с пробегом более 150-200 тысяч километров пробега, то цепь, как правило, либо будет поменена, либо может, но не обязательно попроситься на замену. Поэтому, в случае чего, автомобиль с пробегом больше сотки, обращайте внимание на то, чтобы при работе мотора не было каких-либо посторонних звуков со стороны цепи ГРМ. Вероятность есть. Кстати, в отличие от двигателя 3ZR-FAE на предыдущем кузове RAFA в рестайлинговой версии, здесь уже нет системы изменения высоты подъема клапанов. Соответственно, отсутствие этой системы еще один плюсик в копилку отказоустойчивости данного агрегата. К слабым местам данной силовой установки можно отнести, например, склонность подъедать масло уже к большим пробегам. Относительно небольшим ресурсом также отличается насос системы охлаждения, помпа. А также некоторые владельцы сталкивались с проблемой плавающих оборотов холостого хода, что, как правило, решалось чисткой дроссельной заслонки. Ну а по части, например, течи и масла, по большому счету, данные двигатели к ним особо не склонны. Разве что на больших пробегах встречаются подтеки по лобовине, то есть крышки, прикрывающие сами цепи ГРМ. По причине того, что, как правило, к большим пробегам успевает утратить эластичность герметик, на котором, собственно, лобовина и сидит. Целенаправленно снимать крышку для переуплотнения вполне возможно и не надо, если течь не носит катастрофический характер. Ну а после замены цепи и обслуживания механизма ГРМ ее в любом случае переуплотнять. Так что самое основное проверить данный агрегат при покупке на дымность, по большому счету. Ресурс данной силовой установки это около 250-300 тысяч километров пробега. Как водится, при условии надлежащего ухода вполне возможно мотор проедет и больше. Второй бензиновый двигатель старший по объему 2,5 литра на 180 лошадиных сил. Это 2АРФЕ, хорошо знакомый по таким автомобилям, как Тойота Камри в 50-м кузове. По своей конструкции это также рядная четверка с алюминиевой головкой блока цилиндров, двумя распредвалами с фазовращателями на впуске и на выпуске, с гидрокомпенсаторами и цепным приводом ГРМ. Но цепь на 2АРФЕ выхаживает куда побольше, чем на своем собрате 3ЗР. И, как правило, к пробегам до 300 тысяч километров к ее замене прибегать не приходится. Мотор 2,5 литра следует признать оптимальным выбором для данного кузова. Во-первых, этот двигатель при относительной топливной экономичности обеспечивает данному автомобилю все же весьма неплохую динамику. А второй момент, 2АРФЕ практически лишен слабых мест. Если не считать за таковые, треск муфт ВВТА при холодном запуске, что может появляться на данных двигателях, пробега около 150 тысяч километров и в дальнейшем, по большому счету, обеспечивает лишь акустический дискомфорт. Так как многие владельцы предпочитают ничего с этим не делать. Двигатель продолжает работать штатно. К расходу масла на угар в исправном состоянии 2АРФЕ также не склонен. И в целом ресурс данной силовой установки уже переваливает за 300 тысяч километров пробега. Однако при эксплуатации подобного автомобиля стоит помнить все про ту же помпу, чей ресурс все также относительно небольшой. Ну и следить за частотой радиаторов системы охлаждения. Что касается течи масла, то 2АРФЕ по большому счету не имеет склонности истекать маслом в каких бы то ни было местах. Так что обилие масляных подтеков на двигателе может говорить как минимум об огромном пробеге, ну или о чем похуже, например о том, что двигатель был основательно перегрет. Кстати говоря, впрыск топлива на обоих бензиновых двигателях обычный распределенный. Не стала компания Toyota в данном случае заморачиваться с топливными насосами высокого давления, как это сделала компания Nissan на втором поколении Qashqai, например. Ну и третий двигатель под капотом RAV4 это дизель объемом 2,2 литра на 150 лошадиных сил. Данный мотор носит маркировку 2AD FHV. Этот двигатель достаточно старый, появился он намного раньше, чем появился 40-й RAV. Однако к моменту, когда он добрался сюда, данный дизельный мотор с системой впрыска Common Rail успел обзавестись и пьезофорсунками, основное преимущество которых перед традиционными в их скорости работы и производительности, а основной недостаток в повышенной чувствительности данных форсунок к качеству топлива и дороговизне в случае необходимости их замены. Также примечательно и то, что дизель у RAV4 имеет не чугунный, а алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, что не так часто встречается среди его собратьев по тяжелому топливу. Двухвальная головка блока цилиндров на этих дизельных двигателях также имеет гидрокомпенсаторы, поэтому регулировкой зазоров можно не заморачиваться. За нагнетание воздуха в данном случае отвечает турбина с переменной геометрией. И как раз с этой самой системой изменения геометрии лопаты турбина и бывает время от времени проблема, когда она банально закисает и прекращает адекватно функционировать. Также на данных дизелях на пробегах уже ближе к 100 тысячам километров иногда случается прогар шайб под форсунками, что впоследствии приводит к большим проблемам при попытке эти самые форсунки выкрутить, в случае если данные шайбы своевременно не были обновлены. Естественно нужно смотреть на данных моторов за исправностью и частотой системы EGR, а вот с сажевым фильтром на российский рынок данные двигатели не комплектовались, что скорее плюс. 2АД, кстати говоря, сновья имел склонность потреблять масло, поэтому при эксплуатации подобного автомобиля за уровнем масла все же нужно поглядывать, поскольку большое количество владельцев подобных автомобилей эту особенность мотора отмечали. Если все вышеперечисленное вас не пугает, то дизельный RAV4 это достаточно экономичный, весьма приемистый автомобиль, но с ним есть также одна тонкость и связана она с коробкой передач. В приводе дизеля, кстати, используется также цепь ГРМ и вот ее ресурс маленьким уже никак не назвать. Цепь на дизелях выхаживает более 250 тысяч километров пробега. Что касается коробок передач, на RAV4 могло устанавливаться аж 4 разновидности трансмиссии. Пятиступенчатая механика, которая ставилась с двухлитровыми моторами, может быть признана образцом надежности. С ней вообще никогда ничего не происходит. И даже комплект сцепления в данном случае отрабатывает свыше 150 тысяч километров. Вариатор серии К111, который ставился на двухлитровые автомобили, также в принципе достаточно ресурсный, особенно по меркам вариаторных коробок. Если вы купили такой RAV4 изначально с неуработанной трансмиссией и будете в процессе эксплуатации следить за ней и своевременно менять рабочую жидкость хотя бы раз в 40 тысяч километров вместе с фильтрами, то данная трансмиссия проедет у вас под 300 тысяч километров, а в иных случаях даже больше. Самое главное помнить о том, что вариаторный автомобиль не предназначен для преодоления серьезного бездорожья, поэтому в раскисшее поле соваться за Pajero с портом на вариаторном RAV4 мы бы не советовали. Но в условиях эксплуатации по городу либо по трассе данная коробка порадует вас низким расходом топлива, плавным разгоном и не расстроит преждевременным выходом из строя. Поэтому бояться вариаторов на данных автомобилях смысла нет. Мотор 2,5 литра бензин и дизельный двигатель предполагали классический гидромеханический автомат на 6 передач, но коробки это разные. На бензиновом моторе устанавливалась трансмиссия U760F, которая также знакома нам по Toyota Camry в 50-м кузе в своем переднеприводном исполнении. И данная трансмиссия в целом на RAV4 живет весьма благополучно. И каких-либо вопросов к ресурсу данной трансмиссии по большому счету немного. У адекватных водителей эта коробка способна будет выходить за 300 тысяч километров пробега. При условии опять же регулярного обслуживания масло в автомате лучше менять раз в 60 тысяч километров пробега. А также не увлекаться светофорными гонками со стартами на сухом асфальте в режиме газ в пол. В принципе то же самое касается и автомата U660, который достался дизельной версии. Данную коробку вы также можете наблюдать на автомобилях Toyota Camry с мотором 3,5 литра. Где благодаря огромному крутящему моменту срок ее жизни весьма недолг. И несмотря на то, что крутящий момент дизеля также весьма немаленький, данная трансмиссия на RAV4 живет подольше. Однако следует помнить о том, что 660 серия гиперчувствительна к наличию продуктов износа в масле. Соответственно менять его лучше почаще. Корень всех проблем продукты износа блокировок гидротрансформатора, который в данном случае используется достаточно часто. Что обеспечивает динамику и топливную экономичность. Удаляя их из системы при замене масла с заменой фильтров, вы тем самым значительно продлеваете жизнь агрегата. На тест-драйве автомобиля, конечно, не лишне будет убедиться в том, что классический автомат работает плавно и не затягивает передачи. Особенно обратите внимание на переключение со второй на третью. Никакого толчка, рывка или дерганий в данном случае быть не должно. Исправная коробка на RAV отрабатывает плавно. Что касается подвески RAV4 в 40-м кузове, то ходовка тут получилась довольно сбалансированной. В том, что касается комфорта и управляемости. По своей конструкции это классическое решение для автомобилей данного класса. Впереди используется Макферсон, ну а сзади многорычажная схема. Наименьшим ресурсом, как обычно, отличаются стойки стабилизатора, которые выхаживают порядка 50 тысяч километров пробега в среднем до того, как потребуют замены. Но, как говорится, это расходники, детали копеечные. Что касается ресурса сайлентблоков передних рычагов, то он здесь достаточно немаленький. И первые замены последуют на пробегах никак не раньше, чем 1130-140. То же самое касается и шаровых опор, которые, кстати говоря, здесь меняются отдельно от рычага. И, по большому счету, рулевых тяг с наконечниками. Да и сама рулевая рейка, которая здесь электрическая, каким-то особо малым ресурсом не отличается. Но нужно иметь в виду, что были прецеденты, когда на RAF-ах дилеры меняли рейку по гарантии по причине появления стука. Повального характера этот момент не носил, но при осмотре поддержанного экземпляра лишний раз убедиться в отсутствии на рулевой рейке люфта и посторонних звуков при работе будет не лишним. Что касается задней подвески в целом, то ресурс большинства компонентов здесь это порядка 200 тысяч километров пробега. И даже амортизаторы на этих машинах выхаживают далеко за 150 тысяч. Единственным слабым местом на автомобилях до рестайлинга в первых годах выпуска были сайленблоки продольных рычагов. Которые в силу то ли чрезмерной мягкости, то ли конструктивного просчета имели свойство начинать стучать на небольших пробегах. И впоследствии, как правило, менялись дилерами на ревизионную версию детали. Что касается системы полного привода четвертого RAF, то в данном случае используется схема с муфтами. И при распределении крутящего момента в нормальных условиях идет в пропорции 100% на перед и 0% на заднюю ось. Однако данная система может по необходимости менять это соотношение вплоть до 50 на 50 при работе в тяжелых условиях. В отличие от автомобилей предшественников, например, третьей генерации на четвертом RAF, система также может дополнительно включаться в работу, например, при движении по дуге поворота. Когда речь идет не о проходимости, а скорее о поддержании управляемости автомобиля путем также переброса дополнительного момента на заднюю ось. Электронные компоненты системы в данном случае весьма надежны, сами муфты тоже. Так что при осмотре полноприводной машины, по большому счету, надо убедиться в том, что не текут, например, сальники на заднем редукторе и не текут сальники приводов спереди. Особенно если пробег автомобиля достаточно большой. Кстати говоря, в пользу того, что RAF 4 это хоть и высокий, но все же легковой автомобиль для дорог с нормальным покрытием, говорит и тот факт, что низшая точка RAF 4 находится в порядке 16 сантиметров от земли. И эта низшая точка выхлопная система. Так что при выездах на бездорожье помните о том, что у вас находится ниже всего и постарайтесь ничего здесь не оторвать. Ну а теперь выводы под всем вышесказанным. 40-й кузов RAF 4 по большому счету не посрамил славу предшественника как надежного автомобиля. Особенно это касается версии с 2,5 литровым мотором и автоматической коробкой передач, которая, конечно, является, пожалуй, наиболее предпочтительной для покупки на вторичке. Однако именно такие машины, как правило, стоят дороже, чем 2-литровые, даже с учетом разницы в комплектациях. Вопросов по части коррозионной стойкости кузова у RAF 4-й генерации пока еще нет. Так что при осмотре подобного автомобиля по кузову самое основное это определить, была ли машина в серьезной аварии. И если нет, то можно, в принципе, смело брать. Так как по моторам, по коробкам передач и по подвеске каких-либо неприятных сюрпризов при условии покупки подобной машины с открытыми глазами ждать не придется. Пожалуй, одним из немногих неприятных моментов, связанных с RAF 4-м, можно обозначить его популярность также и у угонщиков. Поэтому, с учетом того, что на вторичном рынке достаточно большое количество автомобилей потенциально могут иметь следы криминального прошлого, данной стороне покупки автомобиля также не поленитесь уделить самое пристальное внимание. Поскольку техника в целом-то делается и достаточно за нормальные деньги, а вот с криминальным прошлым автомобилем вполне возможно поделать уже ничего не получится. На сегодня это все. Если наш обзор вам понравился, оказался чем-то полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте указывать в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас есть или был 40-й RAF, и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, соответственно, вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, обязательно указывайте это в комментариях, также поскольку людям, которые задумались о приобретении подобной машины, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч. Пока. Пока.